В Далласе 6 февраля завершилась одно из главных спортивных событий года в США – Супербоул, или игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Матч смотрели не только тысячи зрителей на стадионе, но и 100-миллионная телевизионная аудитория. Супербоул уже традиционно стал национальным праздником. Однако, согласно последним научным исследованиям, это популярное спортивное событие может стать для болельщиков смертельно опасным. Ученые из Института сердечных заболеваний в Лос-Анджелесе обнаружили, что проигрыш команды в Супербоул повышает показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Они говорят, что многие болельщики так глубоко переживают за игру, что проигрыш их любимой команды вызывает сильный эмоциональный стресс. А это наравне с физической нагрузкой, недосыпанием или перееданием является возможной причиной сердечных приступов. Кардиолог Роберт Клонер изучил показатели смертности от сердечных заболеваний в районе Лос-Анджелеса после того, как команда из этого города потерпела поражение в Супербоул 1980 года. Исследование показало, что у мужчин смертность увеличилась на 15%. Еще более удивительно то, что у слабого пола этот показатель достиг 27%. Ученые считают, что женщины, возможно, тоже стали более заядлыми болельщицами или же просто сильно реагируют на переживания мужчин. «Мы знаем, что многие болельщики развивают эмоциональную привязанность к любимым командам. Команда становится чуть ли не частью семьи. В качестве примера можно привести родителей, которые смотрят на ребенка во время спортивных соревнований в школе. Если ребенок хорошо играет и побеждает, родители очень воодушевляются. Если же ребенок проигрывает, то родители могут очень сильно расстроиться». В отличие от этого, после Супербоул 1984 года, когда лос-анджелесская команда выиграла, смертность от сердечных приступов в данном районе уменьшилась. Клонер говорит, что болельщикам стоит внимательнее относиться к своему здоровью. «Можно сделать дыхательные упражнения, а также техники по расслаблению мышц, которые могут снизить стресс». Кроме этого, доктор говорит, что употреблять меньше пива и чипсов во время игры также не будет лишним.